В ближайшие три года в стране на капитальный ремонт и реконструкцию детских школ искусств будет направлено более 9,5 миллиардов рублей. Необходимые для этого изменения в государственную программу развития культуры внесены председателем правительства России Михаилом Мишустином. Участником национального проекта в этом году стала Харкасинская детская школа искусств. На ремонт здания выделено почти 5 миллионов рублей. За ходом строительства работ проследила и наша съемочная группа. Дощечка к дощечке и совсем скоро на этом полу будут выступать талантливые дети со всего района. Появление своего музыкального зала в школе искусств ждут с нетерпением. За почти полувековую историю существования учреждения дополнительного образования такого просторного зала здесь еще не было. Здание, в котором расположена школа, давно нуждалось в капитальном ремонте. С начала года, учебного года того, например, у нас не хватало даже площадей для того, чтобы заниматься и индивидуально, и групповые занятия, чтобы проводить. Не было условий для того, чтобы проводить занятия по хореографии. Хороших светлых обустроенных помещений не было. Сейчас после ремонта у нас есть помещения, есть инструменты, музыкальные инструменты. Есть все необходимое для того, чтобы вести образовательную деятельность. Подрядчик приступил к работам еще в середине апреля. Уже проведен демонтаж в рамках капитального ремонта. Здесь полностью заменят систему отопления, установят двери, обновят полы, покрасят стены и потолки. Будет обновлен и фасад здания. В школе искусств оборудуют кабинеты для практических, теоретических, групповых и индивидуальных занятий. Фасадные работы начались, выполнены 15%. К сроку успеваем, даже и пораньше. Ученики школы регулярно становятся лауреатами республиканских и всероссийских конкурсов. После ремонта для юных талантов подготовят и новые образовательные программы. Уже есть идеи открыть на базе школы и центр дизайна. Паркасинская детская школа искусств является единственной здесь в сельском поселении. И здесь занимаются по разным направлениям фортепиана, таян, гитара, танцы, пение. В этом году на модернизацию муниципальных детских школ искусств в рамках национального проекта «Культура» между Федеральным министерством и Республиканским правительством было заключено соглашение о предоставлении субсидия 36 миллионов рублей. В этом году в Чувашии намерены капитально отремонтировать еще пять школ искусств. Сейчас уже начата работа, капитальный ремонт также ведется. И мы рассчитываем, что ремонтная работа в этих детских школах искусства к новому учебному году будет завершена. И дети уже придут в чистые, красивые классы. Все работы в Харкасинском центре творчества планируют завершить уже в июле.